Ребят, всем привет! За последние несколько дней произошла такая жесть, о которой просто нельзя молчать. Так что мы снимаем вторую часть о том, чем занимается компания PowerPro в комментариях на ютубе. Если вы сейчас не понимаете, о чем я говорю, то обязательно гляньте первую часть этого видео, для того, чтобы понимать, с чего все пошло. Меня зовут Владимир, это канал AVFit, давайте разберемся с этой ситуацией. Все уже помнят тех девушек, которые вели подозрительную активность на нашем канале. Если вы не смотрели первое видео, то обязательно гляньте его. Открываем все профили и смотрим, что же изменилось. У Александры появились подписки и появились видео, которое она как бы лайкнула, то есть это уже отводит от подозрения, что это фейк. Ну, вроде как. Точно такая же ситуация у Вали и у Ольги. То же самое, какие-то случайные лайкнутые видео и появились подписочки. А вот Маргарита это тот профиль, на который они скорее всего просто забили или потеряли пароль. Также Дмитрий Залезняков, фейк, который чем-то отличается в основном тем, что это парень, как бы отводит подозрения. Здесь вообще дебилизм достиг предела. Здесь человек начал еще и заливать какие-то видео, которые он явно откуда-то качал и название он даже не стал менять. То есть просто человек не стал запариваться, тоже появились подписки и тоже появились видео, которые он лайкнул. Это только начало того, с чего это все пошло. А у нас появились новые ребята. Например, появился вот такой полубородатый Сергей Половка, который тоже самое. Сергей Половка, у которого загружен один видос и у которого нет никакой активности на канале. Продолжает писать Александра. И, кстати, обратите внимание на то, что пишет она уже не только под видео по тематике Power Pro, а и под другими. И тут очень интересный факт. У нас был анонс Мистер Олимпия 2017. Мистер Олимпия было в сентябре. А здесь она пишет, круто, жду видео. То есть человек, который этим занимается, даже не вникает в суть, про что и куда он пишет. Просто стараются отводить подозрения, типа это не фейки, это реальные люди. Валя делает то же самое, пишет уже под другими видео, пытается какие-то ссылочки размещать. В общем, стараются ребята вести себя как обычный человек. Дальше еще появился Виталий Бородкевич, который начинает общаться с нашими подписчиками. Но про него чуть позже. Он пытается отвечать тут в комментариях, пытается разводить на дискуссии. А еще появился Александр Сиденко. К нему мы тоже еще вернемся, потому что здесь комментарии якобы негативные. И в негативном свете показывает компанию Power Pro. Но тут тоже не все так просто. Есть еще парень Андрей Игоревич, который еще не так давно был совсем не Андрей Игоревич, а просто какой-то парень с прессом. Решили, видимо, поменять аватарку, потому что, ну, видимо, пресс это очень палено. Тоже есть лайкнутое видео, тоже канал чистый. Но, как бы, вроде как можно даже поверить, что это не фейк. А вот тот самый Виталий Браткевич. Его профиль чистый. Но тут самый интересный момент, что я отходил от компа, потому что, ну, просто физически нету ни времени, ни сил, ни желания следить за этим постоянно. Но Леха успел сделать скриншот, где он был еще не Виталием Браткевичем. Видимо, они сначала назвали очень так элегантно, Верес. А потом решили все-таки, что это сильно палено и переименовались в Виталия. Еще появилась Ксюха Сокол, которая тоже не сразу додумалась аватарочку себе поставить. Ну, тоже чистый аккаунт, никаких особо изменений. Все по той же схеме. И Олег Семенов. Тут вообще такая чумовая аватарка. В общем, кто бы мог подумать, что это тот же фейк. И тоже пишут уже под видео про PowerPro тоже свои критические замечания. Кристина Панченко. Очередной аккаунт, который тоже является фейком. Тоже какая-то фоточка, тоже никакой активности на канале. Все одно к одному. И Игорь Гончаров. Тут ребенок на аватарке. Тоже можно подумать, что это как бы случайный подписчик, который случайно пишет нам под видео про Олимп. Но тут идет критика в мою сторону. И, соответственно, все мы понимаем, к чему тут это все происходит. Есть еще комментарии от пользователя Фантом про протеин Атлант. Спрашивают нас, что-нибудь мы знаем или нет. Явно, что опять же пытаются вызвать на дискуссию. Ребят, на самом деле про протеин Атлант вы меня уже много раз спрашивали, буду ли я снимать про это видео. Давайте договоримся так. Сотка лайков на этом видео появится. Пожертвую своим здоровьем, своим желудком. Сделаю такие видео про Атлант. Так, еще какой-то парень тоже с фейкового профиля, скорее всего, пишет нам, есть ли в Москве наш магазин. Очень такой умный вопрос. Как бы, я не знаю, мы им отвечать даже уже просто не будем, потому что это скучно. В Москве нашего магазина нету. В Париже есть там побезопаснее бизнес вести, как и кушать. Ну и Александр продолжает свою деятельность. А еще появился какой-то новый аккаунт, который пишет уже под видео про Киберкидок. Это видео узкой такой направленности. И вроде как тоже можно поверить, что, ну, какой интерес PowerPro писать под этими видео. Но, тем не менее, тоже аккаунт вызывает кучу вопросов и подозрений. Используется ненормативная лексика. И тоже, скорее всего, это как бы очередной предлог, что вот чистые аккаунты пишут же и под такими видео. Наверное, может быть, что и чистые аккаунты пишут под PowerPro. И вовсе это не сама компания PowerPro. А теперь вернемся к тому самому негативному комментарию, который сначала даже нам показался реально комментарием от человека. Здесь тоже поменялась аватарочка. Этот человек вроде как негативно высказался о компании PowerPro. Он назвал ее говняной. И продукцию компании назвал говняной. И написал, что выскочила аллергия. То есть допущена ошибка. И давайте посмотрим, что же произошло дальше. Я задал человеку вопрос, что же произошло дальше с его аллергией. Обращался ли он к врачу. И тут Виталий Браткевич, фейк, начал отвечать этому же парню. И, соответственно, напрашивается вывод, что фейк общается с фейком. Один фейк создает как бы проблему, создает прецедент. А второй начинает дискуссию. И они между собой начинают переписываться. И все это создано только с одной целью. Чтобы люди видели, что есть какая-то активность. Есть какая-то и позитивная сторона, и негативная. А еще был очень интересный комментарий от уже известного вам Виталия Браткевича. О том, что, мол, это вообще сам канал AVFit. Решил просто хайпануть, сам создал проблему, сам создал кучу фейков. Сам начал хвалить компанию Power Pro, а потом сам начал разоблачать компанию Power Pro. Вот по этому вопросу, ладно, хорошо, допустим, это так. Допустим, действительно нам стало скучно, и мы решили сами вот так вот создать проблему. И сами компанию Power Pro зачем-то, не знаю, вот так вот показать в негативном свете. Но кроме подозрительного комментария с негативным отзывом от Александра Сиденко, на который мы не можем обращать внимание как на адекватный, здесь есть комментарии вот от этого пользователя, и от пользователя, который уже у нас на канале давно. Эти пользователи не являются фейками, так как здесь есть загруженные адекватные видео, 15 подписчиков, и человек вот уже давно зарегистрирован на YouTube, с 12-го года. Там компания Power Pro появилась примерно тогда же. И здесь есть не очень хорошие отзывы про Power Pro. Кстати, вот обратите внимание, то, что человек не пишет, что это дерьмище, говняное, не использует. Просто пишет, что отвратный вкус, это был ужас, он его выбросил. Это вполне нормальная критика. И тут человек пишет, что пилы разные, мол, не совсем ему понравился, выбрал другой. Его выбор пошел не в пользу Power Pro. Но негатива сильного нет. Вот это реальные отзывы, которые просто не в пользу Power Pro. И если бы нам уж очень надо было бы действительно создавать самим хвалебные комментарии, то вот эти комментарии было бы логично удалить. Мы их, естественно, не удаляем. То есть это как бы в доказательстве, чтобы вы понимали, кто чем занимается на самом деле. А еще один комментарий от того самого мужика с прессом, который уже не мужик с прессом, а уже Андрей Игоревич. Вопрос о том, сколько Power Pro заплатила нам за рекламу. И это явная скрытая реклама в пользу Power. Так вот, на самом деле нам заплатила компания Dematise, Optimum и еще подкинул денег в Enseton, чтобы мы вот действительно показали Power Pro в плохом свете. Ну а если серьезно, то это очередная такая попыточка, которая просто отлетает, обвинить нас в том, что это реклама. И отвечает никто иной, как Виталий Бородкевич. Причем тут это, чтобы опять же создать дискуссию, и чтобы кто-то должен был отвечать здесь и реагировать на это. Но, слава богу, никто на это не повелся. Последний комментарий, на который мы обратим внимание, потому что их тут много, и разбирать каждый по отдельности не имеет смысла, это то, что нам написали о дилетантстве. Дилетантству выезжать на славе большого бренда, пишет Ксюха Сокол, она же тот самый контент-менеджер компании Power Pro. Выезжать на славе большого бренда Power Pro, конечно же, это было очередной нашей задачей, и мы ее достигли. То, что мы сделали обзор, который являлся разгромным обзором компании Optimum Nutrition с их продуктом Serious Mass, то, что мы сделали обзор, который показал в не очень хорошем свете компанию Dematize, это ничего, это было так, просто чтобы сделать обзоры. А вот именно Power Pro стал тем брендом, на славе которого мы решили выехать. Все так, как написано. А еще у нас сложилось мнение, что это пишет все один и тот же человек. То есть один человек создал более десятка фейков, и палится он тем, что у него очень похожая стилистика написания. Фейк Кристина Панченко использует троиточие без пробелов перед и после. То же самое делает и фейк Олег Семенов, те же три точечки без пробелов. И то же самое делает Александра Антепа. То же самое троиточие и то же самое никаких пробелов. Три комментарии, в которых встречается эта ошибка. И скорее всего это не случайность. А еще очень похожи вопросы, которые задают фейки. Я, конечно, не специалист в этом всем и не детектив, но то, что все фейки используют кучу запятых, а еще задают какие-то такие риторические вопросы, которые как бы требуют какого-то продолжения, какой-то дискуссии, это все опять же наводит на мысль, что один человек сидит просто, меняет профили Ютуба и продолжает писать нам комментарии. И, судя по всему, они останавливаться не собираются, потому что на момент записи этого видео всего лишь два часа назад Александра, которая одна из первых начала писать, продолжает. То есть явно, что компания не остановится, и после выхода следующей части они опять сделают какие-то выводы и, скорее всего, продолжат свою деятельность. Вот такие дела получаются. Сразу после выхода первого ролика о том, как комментирует компания PowerPro ролики про свою же продукцию, с нами связались несколько дистрибьюторов этой компании, и для них это было очень интересной информацией, я думаю, они приняли это к сведению и будут осторожными впредь. А для компании PowerPro у нас следующая информация. Если этим занимаетесь не вы, если это чья-то акция или чья-то компания, которая направлена на то, чтобы негативно повлиять на репутацию вашей компании, то незамедлительно свяжитесь с нами, разберемся вместе, потрем все эти комментарии, и все вернется на круги своя. Если же действительно компания PowerPro обратилась к кому-то за такой рекламной помощью, за рекламной акцией, то компании PowerPro стоит незамедлительно отказаться от этого, потому что ничего хорошего из этого не получится, только негатив в сторону компании. Если этим занимается кто-то из работников PowerPro, некий контент-менеджер, сидит и плодит дальше фейковые страницы, и вот даже в момент того, как я сейчас записываю это видео, продолжается поток комментариев от фейков, вам следует увольнять с этого сотрудника и больше с ним не взаимодействовать. Если вам нужен такой человек, который мог бы грамотно вести рекламу и заниматься честными путями раскрутки, обратитесь ко мне в личное сообщение, я вам подскажу такого человека, и у вас все наладится. Конечно, я не исключаю вариант того, что где-то на производстве PowerPro случилась утечка протеина, он попал на клавиатуру, забродил там, и там появилась новая форма жизни, которая защищает своего создателя и гневно отписывает нам в комментариях. Но если серьезно, и если действительно компания PowerPro все держит под контролем, и довольна вот такой политикой своего развития, если это можно назвать развитием, то они не на правильном пути, и я советую им в конце концов остановиться. Остановитесь! Ну что ж, у меня на этом все. Нам действительно уже немножко поднадоело следить за всей происходящей ситуацией, потому как она просто набирает оборотов в одном и том же ключе. Комментарии плодятся, фейки плодятся, и ничего нового. Надеюсь, PowerPro одумается. А вы, друзья, пишите в комментариях, что нам со всем этим делать. Удалять ли эти комментарии, или пусть будут. С вами был Владимир, канал AVFit, увидимся уже скоро в новых выпусках. Пока!